всем привет вы на канале Кэтрукодельница сегодня мы будем вязать комплект крючком он состоит из шапочки с нудом 2 оборота и перчаток автор шапочки Светлана Райва мне эта шапочка очень понравилась поэтому я решила ее обязательно связать и дополнить с нудом и перчатками вязала я из пряжи Alize Angora Gold из этой пряжи я уже вязала себе зимний комплект только в белом цвете ссылки на него будут в описании под этим видео ниточка это тоненькая она с мохером и расход пряжи на весь комплект составил 300 с небольшим грамм сейчас мы рассмотрим наш комплект поближе и приступим к его вязанию основной узор комплекта это пышные столбики из них я формировала такие вот косички колоски снуд в два оборота я уже сказала его длина 120 сантиметров или в сложном виде 60 и высота 23 сантиметра снуд является двусторонним то есть с обоих сторон узор у нас полностью одинаковы что касается перчаток такие перчатки я уже вязала мастер-класс у меня есть на канале единственное отличие только я там выполняла манжет спицами а здесь выполнила также пышными столбиками шапочка она вяжется вся пышными столбиками у нее высокий отворот примерно 12 сантиметров шапочку мы уже вязали ссылка на мастер-класс будет в описании а сегодня мы свяжем снуд и перчатки снуд будем вязать поперек для этого я набираю цепочку из воздушных петель длина цепочки примерно 19 сантиметров далее делаем еще две воздушные петли на подъем и начиная с 3 крючка петли будем вязать полустолбиками с накидом то есть я сделала накид вытаскиваю рабочую нить и провязываю сразу все 3 петли на крючке 5 накид следующую петлю ввожу крючок вытаскиваю рабочую нить и все 3 петли провязываем таким образом вяжем весь ряд до конца я довязала ряд до конца выполняю 2 воздушные петли подъема и начинаю вязать опять ряд из полустолбиков с накидом только за заднюю стенку петельки начинаю с 3 петли от крючка и так вяжу весь ряд до конца подхватываю только заднюю стенку воздушные петли подъема полустолбики мы вязать не будем вот посмотрите я довязываю последний столбик а вот в эту вот нашу воздушную цепочку подъема мы столбик не вяжем то есть сразу выполняю две воздушные делаем накид и опять начиная с третьей от крючка петли вяжем полустолбики с накидом за заднюю стеночку петли то есть таким образом вяжем поворотными рядами до необходимой длины нашего снула я уже провязала метр двадцать и теперь мы выполним шов на нашем снула сшивать концы снула я буду при помощи иголки обратите внимание вот смотрите вот здесь у меня идет клубок я закончила вязание а вот здесь вот начинался наборный край мы завершаем вязание таким образом чтобы у нас начало ряда где мы набирали цепочку из воздушных петель и последний столбик который мы связали то есть сначала были в разных концах и сшиваем следующим образом я взяла иголку дернула в нее ниточку нашу который мы вяжем и сшиваем следующим образом мы вводим иглу центр косички с одной стороны подхватываем так ниточку и в центр косички со второй стороны так петелька за петелькой будем сшивать то есть опять вот мне нитка идет из центра этой петельки теперь центр следующий петель и на другой стороне также в центре таким образом выполняем шов я выполнила шов до конца так он выглядит с лицевой стороны так с изнаночной и теперь край нашу основу мы будем обязывать колосками из пышных столбиков берем нашу рабочую нитку и подвязывать наши пышные столбики будем под воздушные петли подъема которые мы делаем то есть их вот легко определить вот эта косичка идет и вот это вот петли воздушные подъема косичкой вот они воздушные петли подъема мы будем вязать пышный столбик то есть начинаю я отошиваю от шва отхватываю наши петли подъема и вяжу 5 воздушных петель дополняем накид и сейчас буду делать пышный столбик из пяти вытягиваем то есть я возвращаюсь назад вот у меня вот косичка когда я сделала воздушные петли подъема в предыдущие косички под воздушные петли вяжу крючок и выполняю вытягивание рабочей нити первое второе третье все петли нужно придерживать чтобы столбик не сдулся четвертое и пятое вытягивание перед каждым вытягиванием я делаю накид теперь все петли на крючке я провязываю за один раз и делаю воздушные петли первый пышный столбик получился делаем накид вот под эти воздушные петли подъема мы подсоединялись до вот у нас идут наши воздушные петли подъема поэтому эти уже петли мы пропускаем переходим к следующей косичке 5 под наши воздушные петли подъем вяжем столбик с одним накидом выполняем 2 воздушные петли и опять будем сейчас вязать пышный столбик под те же самые воздушные петли подъема откуда вот у нас идет вот этого воздушная цепочка из пяти петель то есть также вот наша косичка до наш столбиком предыдущий возвращаемся вот эту косичку и выполняем пышный столбик из пяти вытягиваем 1 накид 2 вытягиваем накид 3 4 и 5 все петли провязываем за один раз и воздушные петли вяжем теперь столбик с одним накидом опять же вот здесь мы уже вязали столбик с накидом то есть к следующим воздушным петельком подъема вот они идут возле каждой косички вяжем столбик с одним накидом и уже повторяем 5 2 воздушные и пышный столбик вяжем возвращаясь назад вот у нас в этой косичке столбик с одним накидом возвращаемся к этой косичке там уже у нас подвязан столбик с одним накидом то есть ту же самую петельку под те же самые воздушные петли где уже есть столбик с одним накидом опять выполняем пышный и мы позавляем ряд до конца и заканчиваем ряд следующим образом я сейчас вяжу столбик с одним накидом то же самое место откуда выходит у нас самый первый пышный столбик затем две воздушных и вяжем последний пышный столбик провязываем все петли на крючке воздушная петля и вяжем соединительный столбик воздушные петли подъема у меня этот крючка в центре пышного столбика и в третью воздушную петлю вяжем соединительный столбик затем соединительный столбик вяжем еще один и приступаем к вязанию второго ряда вяжем пять воздушных разворачиваем вязание и в следующий ряд будем вязать столбики с одним накидом и пышные столбики под эти воздушные петли то есть перед каждым пышным столбиком мы вязали две воздушные петли их подхватываем и будем вязать пышные столбики сейчас я выполняю накид и буду вязать пышный столбик вернувшись чуть назад под две воздушные петли все вытягивания рабочей нити делаем на максимум, которые нам позволяют наши воздушные петли все вместе провязываем воздушная петля и столбик с одним накидом под этими воздушными петлями у нас уже есть столбик это наши воздушные петли поэтому беру следующий вяжу столбик с одним накидом опять же две воздушные и пышный столбик вяжу назад туда же где у нас идут воздушная петля под скочкой подъема воздушная петля продолжаем таким образом вязать опять вяжу столбик с одним накидом под воздушные петли две воздушные и пышный столбик вяжу, вернувшись чуть назад под те воздушные петли где у нас идет столбик с одним накидом таким образом мы провязываем весь второй ряд у нас получается такая косичка я уже выполнила два ряда вот такой вот колосок получился по краю снуда теперь мы точно такой же колосок выполним и по второму краю нашего снуда я уже обвязала оба края снуда на этом он готов теперь уже приступим к вязанию перчаток после того как мы выполнили само тело перчатки а такие перчатки крючком мы уже вязали на моем канале есть подробный видео мастер-класс ссылочку я оставлю в описании я также обвязала верхний край столбиками без накида затем соединительными столбиками и дальше в мастер-классе я вязала манжет спицами а сейчас мы свяжем его крючком узором из колосков то есть я подсоединила рабочую нить вяжу пять воздушных петель и теперь будем вязать пышный столбик также вернувшись назад то есть от моей воздушной цепочки я отсчитываю 4 петли и в пятую буду вязать пышный столбик также ниточку хорошенько вытягиваем вязать пышный столбик придерживаем два три пять пять вытягиваний и все вяжем вязать пышный столбик затем отсчитываем от нашей воздушной цепочки подъема 4 петли и в пятую вяжем столбик соединения две воздушные и опять пышный столбик оттуда же в ту же самую петельку откуда у нас идут воздушные петли и все пять петель и воздушная петелька и опять столбик с одним накидом вяжем у нас эта петелька уже занята столбиком от нее отсчитываем и в пятую петельку вяжем еще один столбик соединения и воздушную и таким образом продолжаем обвязывать весь край нашей перчатки второй ряд будем вязать точно так же, как и на снуде и таким образом мы выполним примерно шесть рядов нашего узора я уже провязала шесть рядов из пышных столбиков вот такая манжета получилась теперь точности также вяжем вторую перчатку я уже выполнила вторую перчатку на этом мой мастер-класс подошел к концу если вам понравилось ставьте лайк оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал на этом у меня все всем пока-пока